Всем привет! Продолжаем знакомиться с художниками Леонетто Капелло. Итальянский французский художник, плакатист, карикатурист, дизайнер. Его называют отцом современной рекламы. Самоучка специального образования не получал. Первая выставка работ состоялась в 1892 году во Флоренции. Начинал свою карьеру как карикатурист, сотрудничал с различными юмористическими и сатирическими журналами. Первый альбом его карикатур был издан в 1896 году, а через два года он переезжает в Париж. В 1899 года стал создавать рекламные плакаты и во время Первой мировой войны Капелло работал переводчиком в Италии. Проиллюстрировал принцессу Вавилонскую Вольтера сборник новелл убиенный поэт Гиома Апполинейра. Входил в состав жюри Мисс Франция. За свою творческую карьеру Капелло создал более 530 рекламных плакатов. Сделал имя во время бумапостеров в начале 20 века с проектами, заметно отличающими от работы одного из основоположников современного плаката Жюля Шарея. Во Франции в конце 19-го, начало 20-го века состоялась революция в дизайне, связанная во многом с именем Леонетто Капелло, чьи работы стали настолько влиятельными, что его часто называют отцом современной рекламы. Его революционное понимание искусства, главный продукт рекламы сегодня, основывалось на психологическом воздействии образа, ассоциации. Капелло первым сознательно объединил продукт с мгновенно узнаваемой иконой изображения. На сегодняшний день рекламные плакаты итальянского художника считаются новаторскими и заслуживающими коллекционирования. Их тупой и ясный стиль считается новаторским для всего постерного искусства того времени и был перенят с начала века другими художниками и современниками. Умер он в возрасте 66 лет 2 февраля 1942 года. Ну вот так кратко немножко о АЦ современной рекламы Леонетто Капелло. Смотрим его работы. Итальянский французский художник, плакатист, карикатурист и дизайнер. Пока-пока. Итальянский французский художник, плакатист, карикатурист и дизайнер. Итальянский французский художник, плакатист, карикатурист и дизайнер. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова